Здравствуйте, дорогие друзья! Снова на телеканале «Радость моя» телепрограмма «Дом, в котором живет Бог». И мы продолжаем наш разговор о самом важном церковном богослужении – Божественной Литургии. Литургия считается в Церкви самой главной службой, ведь во время нее совершается Евхаристия – Таинство Причащения. Во время этого Таинства мы под видом хлеба и вина причащаемся, то есть вкушаем святые тела и кровь Господа Иисуса Христа. Состоит Литургия из трех частей. В прошлый раз мы начали говорить о первой ее части – Проскомидии. Во время Проскомидии священник особым образом готовит хлеб и вино к тому, чтобы они на литургии были освящены и стали телом и кровью Христовыми. Проскомидия совершается на жертвеннике – особом столе, который находится в глубине алтаря, слева от престола. Перед началом Проскомидии священник расставляет на жертвеннике особые предметы – чашу или потир, дискос, звездицу, копье, покровцы и воздух. А еще берет пять хлебов особой формы. Они называются Просфорами. Только на Просфорах можно совершать Проскомидию. На этом подготовка к Проскомидии заканчивается. Сегодня мы узнаем, что происходит дальше. Итак, евхаристические предметы расставлены, пять Просфор и вино подготовлены. Священник приступает к совершению Проскомидии. Он, осенив себя крестным знаменем, произносит тропарь из богослужения Великой Пятницы, дня Страстной Седмицы, когда умер на кресте Господь Иисус Христос. Этот тропарь звучит так. Главная мысль этого тропаря заключается в том, что Господь Иисус Христос своей добровольной смертью на кресте избавил нас от вечной смерти и открыл Царство Небесное. То, что священник произносит в начале литургии, именно эти слова, показывает, что богослужение совершается в воспоминании Великой Жертвы Иисуса Христа на кресте. После этого священник берет одну из пяти Просфор, приготовленных к Проскомидии, и кладет ее перед собой на жертвенник. Начинается самая важная часть Проскомидии – подготовка святого Агнца, то есть хлеба особой формы, который будет освящен на литургии и станет телом Господа Иисуса Христа. Итак, запомним. Святой Агнец – хлеб особой формы, подготовленный для освящения. После освящения он станет телом Христовым. Каким же образом подготавливается святой Агнец? Священник кладет перед собой одну из Просфор и берет копье. Копье олицетворяет собой то копье, которым воин пробил ребра спасителя на кресте, чтобы убедиться, умер ли он. Священник Копье трижды изображает над Просфорой крест, произнося при этом «воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». После этого он начинает произносить слова из книги пророка Исаии, в которых описывается страдание Спасителя – «Яка овча на заколении ведеся», и при этом отрезает копье по линии печати левую часть Просфоры. Затем он таким же образом отрезает правую часть Просфоры со словами «И яка Агнец непорочен, прямо стрягущего безгласен, тако не отверзает уст своих». Далее священник со словами «В осмирении Госуд его взяться» отрезает верхнюю часть Просфоры, а следом за этим и нижнюю, произнося слова «Род же его, кто исповесть». После этих действий священник Копьем отрезает низ Просфоры, произнося «Яка в землице от земли живот его». После этого в руках у священника остается центральная часть Просфоры, которая имеет кубическую форму. Это и есть Святой Агнец. Давайте это запомним. Святой Агнец – это центральная часть Просфоры кубической формы. Что происходит на Проскомедии дальше? Дальше священник кладет Святой Агнец на диско с печатью вниз и крестообразно делает на нем глубокий надрез, говоря, жреца, то есть приносится в жертву Агнец Божий в земли, то есть взявший на себя грех мира за мирский живот и спасение. Этим действием священник совершает воспоминания крестной жертвы Христовой. После этого священник переворачивает Агнец и, вспоминая о том, что воин проткнул копьем ребра Иисуса Христа, делает небольшой надрез сбоку, говоря, «Еди над воин копьем ребра и го прободе, и аби изыди кровь и вода». На этом приготовление Агнца заканчивается. После этого священник смешивает в небольшом металлическом ковше вино и воду. Опять же, воспоминание того, что из ребер Христа истекла кровь и вода. Священник благословляет это соединение вина и воды и вливает его в святую чашу. Агнец на дискосе и соединение вина и воды в чаше называются святыми дарами. Их приготовление – это главная часть Проскомидии. А вот что будет происходить на Проскомидии дальше, мы узнаем с вами в следующий раз. Сегодня наша программа на этом заканчивается. До новых встреч, друзья, и храни вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok